Баварцы. Кто они? Чем отличаются от других немцев? Германия лишь последние сто лет являлась единым государством, где есть один язык, конституция и правитель. Большую же часть своей истории немецкие города были самостоятельными, независимыми и весьма критически воспринимавшими соседей. С тех времен среди немецкого народа есть группы населения, резко отличающиеся от прочих внешне и ментально, отчего возникают различные ситуации, от анекдотических до вполне ксенофобских. Баварцы – одна из таких групп в Германии, причем от остальных немцев баварцы зачастую отличаются настолько, что их гораздо проще назвать отдельным народом. Они отличны по целому ряду параметров, прекрасно это осознают и ценят свою уникальность. Немецкая нация сформировалась на основе германских племен, обитавших между Рейном и Вислой, то есть алиманов-франков, саксов, свевов и множество других. А вот баварцы сформировались южнее из других компонентов. На основе германских племен баваров, маркоманов, квадов и швабов, ассимилировавших древнее кельтское население современной Баварии, венделиков, нориков, рецев. Кроме того, постоянным потоков в Баварию шли выходцы с Балка, из Италии и славянских областей Европы. Этнический коктейль в Баварии постепенно устоялся и принял формы весьма отличающиеся от более северных германских княжеств. Бавария быстро стала государством, так как благодатные земли привлекали врагов, а защититься можно было только сообща. Своё особое герцогство бавары создали уже в м веке нашей эры. Это баварское государство, превратившись в королевство, хотя и входило в состав Священной Римской империи германского народа, всё же стояло тут особняком. И просуществовало, вплоть до самой революции 1918 года, меняя флаги гербы и союзников, но всё равно сохраняя автономность. Сегодня баварцы живут в особой федеральной земле под названием «Свободное государство Бавария», и присоединяться к Германии не хотели до самого последнего времени, хотя и сделали это минным путём в итоге. Баварцы говорят на особом мягко звучащем языке, что вообще может быть непонятен жителю Берлина или Гамбурга. Однако по сложившейся немецкой традиции баварский всё равно считается диалектом, хотя число его носителей весьма велико. Литературный немецкий в Баварии имеет хождение как официальный язык, но на бытовом уровне баварцы предпочитают свой. Антропология баварцев довольно резко отличается от собственно немцев. Если среди последних преобладают североевропейские типы, со светлой кожей и волосами, высоким ростом и крупным сложением, то баварцы находятся на другом полюсе. Кельтское население, которое ассимилировали бавары, было темноволосым, еще более смуглыми были выходцы с Балкан, а также славяне Карантании. Поэтому современные баварцы это брюнеты, хотя и со светлой кожей, но часто карими глазами. Они не такие рослые в среднем, как северные немцы, но отдельные группы баварцев могут быть даже более крупными, если имеют балканские корни. Баварцы в отличие от северных немцев, католики, а не протестанты. Связано сохранение тут католической веры с близостью к католической Австрии державой Габсбургов. Баварцы куда более консервативны, нежели остальные немцы. Например, в плане своего особого национального костюма. Мужчины в Баварии даже в повседневной жизни могут носить ледерхазен, знаменитые кожаные штаны-шорты. А женщины-платье дирндль, ставшее символом баварской культуры, в принципе. Кухня Баварии также скорее южноевропейская, более острая и пряная во всем, от мяса до пива, что не всегда по вкусу другим немцам и является предметом шуток. Баварцы куда более радушны и открыты, чем прочие немцы, они легко идут на диалог, их музыкальность и сентиментальность известны о всей Европе. С другой стороны, северные немцы указывают на склонность к хитрости и обману, меньше экономности в населении Баварии, в противовес прочим немцам. Похожая ситуация в Италии, где северяне обвиняют южан в лене праздности другом происхождении и вообще отсутствии достижений, так как все, что славна Италии, создано на ее севере. Но здесь баварцев никто не ущемляет, это замечательные автомобили BMW, культовый пивной праздник Октоберфест. И разумеется, легендарный футбольный клуб Бавария Мюнхен. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.